Добрый день! Добро пожаловать в онлайн МИКТИ. Меня зовут Сапар Казашнар, я учитель биологии. Сегодняшний урок я хотела бы начать с вопроса к экологической задаче. Известен такой исторический факт. На территории Австралии когда-то был завезен клевер, но это растение не давало семена. Вопрос. Объясните, пожалуйста, причину отсутствия образования семян у этого растения. Установите, какая существует связь между шмелем и клевером. Надеюсь, вы подумали. Ответ, ребята, следующий будет. Клевер – это растение, которое опыляется насекомым только шмелем. Из-за отсутствия этих насекомых на территории Австралии это растение не давало семена. После того, когда на данную территорию были завезены эти насекомые, растение стало размножаться и давать семена. И ответ на второй вопрос. Какая связь существует между шмелем и клевером? Между этими двумя живыми организмами устанавливается взаимовыгодная связь. Клевер дает питание насекомому, нектар, а в свою очередь насекомые опыляют клевер и таким образом способствуют его размножению. Второй вопрос, ребята. После вырубки леса такие растения, как мхи и папоротники, тоже исчезли, хотя их никто не трогал. Объясните причины исчезновения этих растений. Ответ следующий. Мхи и папоротники, если вы помните, это споровые растения. Для благоприятного существования этих растений необходимы влажные и тенистые места. В результате вырубки леса эти растения тоже исчезли из-за отсутствия благоприятных условий существования. Итак, такие задачи и много других задач изучает и решает наука экология. И как вы догадались, ребята, тема сегодняшнего нашего урока – экология, ее задачи и экологические факторы. Сегодня на уроке, ребята, вы узнаете изучение экологии, значение изучения экологии в современном мире. Узнаете также основные задачи экологии. Сегодня на уроке также вы научитесь составлять экологические задачи, научитесь решать экологические задачи, определять экологические факторы к определенным явлениям и составлять памятку – экологические советы на каждый день. Слово «экология» имеет греческое происхождение. Она состоит из двух слов – «экос» означает «дом» или «жилище», и «логос» в переводе означает «знание», «наука». Экология – это наука, которая изучает взаимоотношения живых организмов между собой и с окружающей его средой. Цель экологии – сохранить жизнедеятельность организмов, координируя взаимоотношения человек-общества и природа, осуществлять эффективное использование природных ресурсов. Термин «экология» была впервые введена немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1866 году. Данный термин ученый использовал впервые в своей книге «морфология организмов». Кроме этого термина Эрнст Геккель ввел такие термины, как «овогенез», «питикантроп» и «филогенез». Родился Эрнст Геккель в 1834 году, 16 февраля, умер 9 августа 1919 года в возрасте 85 лет. Разделом «экология» является «аутэкология» – это экология популяции, «синэкология» – экология сообщества, «биоэкология» – это экология, которая изучает взаимосвязь живых организмов с окружающей средой, и экология человека, которая изучает роль человека в системе человек-общества и природы. Задача экологии – изучать воздействие окружающей среды, изучать структуру популяции и их численность, изучать взаимодействие живых организмов друг с другом, изучать экологические факторы и их влияние, изучать продуктивность экосистем. Экология, ребята, изучает следующие вопросы. Первый вопрос – это комплекс взаимоотношений живых организмов с окружающей средой, это изменения в биоцинозе и экосистеме, это научно-теоретические основы сохранения эффективного использования природных ресурсов, это гармоничные связи человека с обществом и природой, обеспечение постоянства географической закономерности в пределах биосферы, осуществление устойчивости развития и сохранности жизни в биосфере. Объектом исследования экологии являются такие системы, как популяция, экосистема и биоциноз. Предметом изучения экологии является организация и функционирование вышеуказанных систем. Главная задача перекладной экологии является разработка принципов рационального использования природных ресурсов. Итак, для того, чтобы выполнить цели и задачи наука экологии, она использует следующие методы исследования. Методы исследования делятся на три группы – полевые наблюдения, эксперименты в поле и в лаборатории и моделирование. Теперь давайте подробно остановимся на каждом из этих методов. Полевые методы представляют собой наблюдение за функционированием организмов в естественной среде обитания. Экспериментальные методы включают в себя изучение различных факторов на живые организмы. И метод моделирования помогает прогнозировать развитие различных методов взаимодействия живых систем между собой и окружающей средой. Итак, ребята, если вы помните, в начале урока я вам приводила примеры экологических задач и задавала вам вопросы к этим задачам. Так вот, если вы обратили внимание, в этих задачах показывались такие ситуации, когда факторы окружающей среды имеют прямое воздействие на живые организмы. Так вот, эти факторы – это и есть экологические факторы. Они делятся на три группы. Это антропогенный фактор, биотический фактор и абиотический фактор. Абиотический фактор – это факторы неживой природы. Сюда относятся свет, температура, влажность, освещенность. Биотические факторы – это факторы взаимодействия живых организмов между собой. Значит, к биотическим факторам, ребята, относятся коммерциализм, паразитизм, хищничество, симбиоз. А антропогенный фактор, ребята, это факторы, связанные с деятельностью человека. Сюда относятся загрязнение космоса, также относятся, например, озоновые дыры, парниковый эффект. Более подробно с каждым из этих факторов, ребята, мы будем работать на следующих уроках. А теперь давайте перейдем к практической части нашего сегодняшнего урока. Первое задание. Определите, к какой группе экологических факторов относятся данные явления. Внимательно, пожалуйста, посмотрите и подумайте. Я вам хочу напомнить, что существует три фактора. Биотический, абиотический и антропогенный. Правильный ответ на экране. Итак, шмель опыляет клевер. Это биотический фактор. Это здесь показывается взаимоотношение двух живых организмов. Ель растет с березой. Здесь тоже показывается взаимоотношение двух живых организмов. Это будет биотический фактор. Пожар в лесу. Пожар в лесу, в частности, бывает по вине человека. Поэтому этот фактор относится к антропогенному. Сильная жара и растения. Тут речь идет о воздействии высокой температуры. Поэтому данный ответ здесь будет абиотический фактор. И пятый вопрос. Ящерица греется на камнях под солнечными лучами. Это тоже абиотический фактор. Здесь речь идет о таком факторе, как тепло, температура. Итак, экологическая задача. Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых арктических районов оказывается заметно выше среднего. Исследователи связывают этот факт с резким увеличением поступления в организм людей на севере радиоактивных веществ по цепи питания. Лишайник, олень, человек. Как вы это понимаете? Подумайте, пожалуйста. Ответ, ребята, будет следующий. Лишайники – это растения, которые растут очень долго и медленно. И в процессе своей жизнедеятельности они успевают накопить в своем организме довольно-таки большое количество радиоактивных веществ. Из курса биологии еще седьмого класса, ребята, вы должны помнить, что лишайники являются кормом для оленей. Попадая в организм этих животных, они накапливаются в их организме. И люди, которые питаются в основном оленем мясом, получается, что в их организм попадают эти радиоактивные вещества. Таким образом происходит аккумуляция вредных веществ, которые приводят к серьезным заболеваниям. Домашнее задание, ребята. Вы должны будете дома составить экологические советы на каждый день. Я на экране вывела примеры. Например, выходя из дома, выключать свет. Второе – сортировать мусор и так далее. Второе задание. Вы должны будете сами составить экологическую задачу с ответом. На этом наш урок, ребята, закончен. До свидания.